Многие люди уже либертарианцы по убеждениям, но не осознают этого. Если копать за что они и против чего они, быстро выясняется, что они за либертарианские ценности, личную свободу и свободу ассоциаций. Может, стоит эту мысль использовать в пропаганде, типа «проснись, ты уже либертарианец, осталось просто это понять». Я, когда выступал с лекциями по России, я буквально эту мысль проговаривал, что огромное количество людей в России стихийные либертарианцы, они этого просто не знают. Я пытался им этого объяснить, многим это объяснить удавалось, но в то же самое время вы тоже не очаровываетесь, не думаете, что дело в том, что кому-то просто не удалось объяснить, что они либертарианцы. Нет, есть огромное количество людей, которые хотят с помощью государства добиваться для себя привилегий. Есть огромное количество людей, которые искренне верят, что могут поставить государство себе на службу и более того, не видят ничего плохого в доминировании одной группы над другой группой людей. Причем доминирование, я имею в виду репрессивного доминирования, не просто каких-то иерархий, которые выстраиваются естественным образом, нет, а в силовом доминировании, в том стиле, в котором над обществом доминирует сегодня Владимир Путин и его номенклатура. Поэтому готовьтесь также к тому, что в мире, помимо людей, которые еще не осознали, что они либертарианцы, помимо людей, которые осознали, что они либертарианцы, есть не либертарианцы, а люди, которые просто хотят посягать на вашу свободу, считают, что вы свободы не заслуживаете, считают, что они лучше знают, как вам проживать свою жизнь. Против этих людей, конечно, необходимо обороняться и не очаровываться мыслью, что таких людей мало. Таких людей, к сожалению, достаточно.